Камуфляж В игре представлено множество вариантов камуфляжной расцветки. Разный рисунок, разная цветовая гамма и соответственно разная цена. Тем не менее, камуфляж не дает какого-то качественного измеримого преимущества. Все довольно относительно. Так какой же все-таки камуфляж лучший? Давайте узнаем. В этом видео мы проведем испытание семи видов немецкого камуфляжа для пехоты. Другие классы обладают теми же самыми видами камуфляжа. Разница лишь в деталях. Мы рады приветствовать вас на показе мод в Берлине. Новая коллекция поразит вас своей пятнистостью. Пятна большие, средние, маленькие. Черные, серые, зеленые, коричневые, разных оттенков. Не важно какого цвета и размера. В этом сезоне главное пятна. Хит сезона. Цвет лягушки, страдающий от чумы. А теперь посмотрим на них в действии. Основное преимущество камуфляжа состоит в том, что он сливается с окружающей местностью. И если стоя на месте еще возможно найти несоответствие цветов, то при движении заметить что-то чуть более зеленое, чем все остальное, довольно трудно. Вот и сейчас, возможно, вы не заметили двух игроков, мимо которых мы прошли. Ну давайте проведем небольшое испытание. Я даю вам 10 секунд, чтобы найти противника на экране. Отсчет пошел. Нашли его. А всех остальных? И хотя мы их не видели, для них я был отличной мишенью. Давайте сравним начальный камуфляж и один из самых дорогих. В целом, оба камуфляжа справляются со своей задачей примерно одинаково. Но все это имеет лишь смысл, только если вы не двигаетесь. В противном случае, вся польза практически полностью сходит на нет. В итоге получается, что камуфляж в игре это прежде всего способ выделиться, а уже потом полезная модификация. Другой вопрос, готовы ли вы потратить несколько сотен тысяч кредитов ради этого? Субтитры сделал DimaTorzok